добрый день уважаемые коллеги сегодня проходит наш вебинар по итоговому собеседованию которая состоится 12 февраля и я понимаю что вопросы в основном связаны с тем что внесены некоторые изменения в критериях оценивания есть вопросы от тех кто будет проводить собеседование что смогу постараюсь ответить на не на вопросы у нас с вами час его но а если на какие-то вопросы я не смогу ответить не хватит времени то вы можете мне звонить или фон будет указан и можете писать на мою почту рабочую почту я в общем-то всегда отвечаю оперативно по поводу звонков коллеги вот если мы будем говорить о 11 12 февраля то вы можете звонить любое время от 9 часов и я бы сказала число 10 вечера я в общем-то нас в остальные дни у меня идут курсы и поэтому остальные дни старайтесь звонить после 4 после 4 часов вечера когда я смогу вам ответить но вообще если мы говорим об итоговом собеседовании кто смотрел мой вебинар прошлого года я в общем-то начинала с этих же предложений с этого же предложения что вводится в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы а но сегодня я хочу сделать акцент на другом не случайно написано что итоговое собеседование по русскому языку мы понимаем что собеседниками могут быть учителя других предметов но все-таки основная подготовка лежит на нас но и проверять это сочинение тоже будут только учителя русского языка и литература даты вам хорошо известны основной срок это 12 февраля есть дополнительные даты когда можно будет ученику пересдать если он по уважительной причине не смог присутствовать на основном этапе это 11 марта и 18 мая 20 года положительный результат это естественно допуск я 9 или как нам больше как мы привыкли о г-9 категория участника вот здесь коллеги изменений никаких не произошло участники итогового собеседования это ученики девятых классов в том числе то все обучающиеся девятых классов в том числе и лица которые осваивают образовательную программу в форме семейного образования их сейчас становится больше лица которые обучаются по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам экстерны обучающие обучающиеся с овз дети инвалиды и инвалиды и лица которые по состоянию здоровья обучаются на дому хочу коллеги отметить что есть у нас выпускники девятых классов которые занимаются по особым программам и если у них есть рекомендации пмпк то в таком случае допустим учащиеся восьмого вида они не проходят итоговое собеседование здесь мы можем вот как раз отметить что органы исполнительной власти то есть в данном случае имеется в виду министерство образования красноярского края самостоятельно определяет категории участников итогового собеседования с овз участников итогового собеседования детей инвалидов и инвалидов особенности психофизического развития которых не позволяет им выполнить все задания итогового собеседования и здесь я хочу сослаться на документ который я думаю школах уже есть и вы можете к нему обратиться это приказ министерства я зачитаю коллеги приказ министерства образования красноярского края от 20 января 20 года номер приказа 18-11-05 и вот в этом приказе есть приложение в котором указана категория участников с овз и минимальное количество баллов какие задания они будут проходить то есть чтобы и вы об этом знали и спокойно могли с этим работать вот в этом приложении есть информация об участниках с тяжелыми нарушениями речи какие они задания и в какой форме они на итоговом собеседования выполняют поэтому вот они выполняют только те задания ким которые указаны в данном документе я уже сказала что основанием для выполнения отдельных заданий по которым участник итогов собеседования может быть оценен является соответствующая рекомендация пмпк то есть медико психологической педагогической медико психологической комиссии и указанным участником вот на это коллеги хочу обратить ваше внимание предоставляется право выполнить только те задания которые с учетом их развития для них посильны и в рекомендациях это должно быть указано поэтому вот с данным приложением к приказу министерства образования я думаю что вам стоит ознакомиться более подробно если мы посмотрим ну вот я уже сказала и здесь я вам тоже это написала можете потом презентацию она будет расположена на сайте и пк в разделе вебинары вы можете там более подробно посмотреть перечень категорий для которых предусмотрено выполнение отдельных заданий и уже точно понимать какие у вас есть дети с увз они подпадают под этот приказ или нет или они сдают на общем основании далее что мы можем еще отметить вот красным я выделена ту основную информацию на которую стоит обратить внимание обеспечит образовательная организация сама по себе обеспечивает отбор и подготовку специалистов образовательная организация то есть там где вы работаете к 12 февраля вы уже должны право пройти обучение как эксперты так и экзаменаторы собеседники под подпись вас должны проинформировать о том что вы привлекаетесь к проведению проверки ответов и также под подпись должны проинформированы быть участники итогового собеседования их родители о месте сроки проведения о порядке проведения которое установлено органами исполнительной власти то есть непосредственно министерством образования красноярского края о ведении во время проведения аудиозаписи ответов о времени месте ознакомления а также и о результатах итогового собеседования итоговое собеседование может проводиться как в ходе учебного процесса так же как и в прошлом году так и вне учебного процесса в образовательной организации далее если образовательная организация принимает решение что дети будут проходить итоговое собеседование во время ведения образовательного процесса то в любом случае предусматривается комнаты для того чтобы ученики там ждали свои очереди на данном уроке и еще очень важно конечно чтобы участники итогового собеседования которые ожидают свои очереди не пересекались с участниками прошедшими процедуру итогового собеседования я думаю что это очень важно чтобы лишней паники не было чтобы разговоров лишних не было но и дисциплина чтобы у нас тоже соблюдалось если мы посмотрим о продолжительности здесь тоже внесли внесены определенное дополнение и коллеги хочу обратить ваше внимание все дополнения я выделила красным цветом на что стоит обратить особое внимание продолжительность проведения для каждого участника составляет не более 15 минут так же как и в прошлом году опять же хочу обратить ваше внимание на то что органы исполнительной власти самостоятельно решают время которое должен затратить выпускник 9 класса на собеседование вот если мы возьмем регламент органов исполнительной власти нашего края то в этом регламенте написано не более 15 минут для детей которые и обучаются в школе и обучаются на семейном в семье находятся на семейном обучении и в санаториях и так далее кроме детей с увз если участник этого собеседования с увз если участник инвалид или ребенок инвалид то продолжительность проведения может быть увеличена на 30 минут коллеги на 30 минут то есть общая продолжительность итогового собеседования для указанных категорий может составлять среднем 45 минут справится ребенок раньше но и замечательно но 45 минут он может готовиться и отвечать готовится к итоговому собеседованию и приступать к заданию именно в работе с экзаменатором собеседника и еще коллеги особо хочу обратить ваше внимание на следующую строку участники итогового собеседования сова за участники итогового собеседования дети инвалиды инвалиды самостоятельно по своему усмотрению распределяет время отведенное на проведение этого собеседования вот целом 45 минут возможно он больше потратить время на задание первое возможно на задание второе то здесь он самостоятельно на подготовку больше или на ответ больше потратить смотря на то какие у него есть нарушения и вот здесь их права тоже нарушать не стоит то есть самостоятельно они решают если мы возьмем посмотрим далее то начинается итоговое собеседование в 9 утра по местному времени соответственно и очень важно что продолжительность итогового собеседования не включается время которое отведено на подготовительное мероприятие это касается приветствия участника внесение внесение сведений ведомость учета инструктаж экзаменатором собеседника то есть все что происходит до начала процедуры итогового собеседования во время не включается этим самым мы тоже соблюдаем права наших участников итогового собеседования и у них остается чистого времени 15 минут но еще раз повторю не более 15 минут для того чтобы это итоговое собеседование успешно преодолеть вот здесь коллеги на мой взгляд нужно отработать если не отработано то в принципе уже должно быть отработана сама процедура но на мой взгляд стоит напомнить нашим выпускникам потому что я понимаю что они волнуются что прежде чем приступить к ответу участник итогового собеседования проговаривает средства аудиозаписи свою фамилию имя отчество и номер варианта и перед ответом на каждое задание участник произносит номер задания вот это у него должно быть уже отработано если нет возможно какую-то сделать подсказочку напечатанную что чтобы ваша речь не звучала я имею ввиду экзаменатора собеседника что назови номер задания назови свою фамилию ну и так далее да чтобы ребенок обратил на это внимание потому что мы понимаем что дети которые впервые проходят такую процедуру допуска а это действительно впервые в том году они прошли в этом году другие уже будут проходить до этого они с таким видом экзаменов не сталкивались зачетной такой системой не сталкивались конечно они многие будут волноваться что-то забудут то что было легко казалось им легким до начала итогового собеседования здесь может вызвать определенное волнение и дети просто забудут что-то сделать поэтому об этом стоит конечно позаботиться учителям а в случае если участник по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить итоговое собеседование скажите детям сразу ничего страшного в этом случае он может покинуть аудиторию проведения у него есть еще два дополнительных дня когда он может вновь сдать это итоговое собеседование но при этом обязательно составляется акт о досрочном завершении итогового собеседования обязательно в котором указывается что данный участник по уважительным именно причинам не смог до конца завершить итоговое собеседование и но мало ли давление подскочило к сожалению сейчас у многих наших подростков бывает давление или какая-то другая причина случай заболел температура ну все что угодно главное что это должно быть зафиксировано что досрочно он прекращает сдачу собеседования и придет потом следующий назначенный день два дня у него во время проведения итогового собеседования участникам так же как и на угэ так же как и на егэ запрещено иметь при себе любые средства связи любые фото аудио видео аппаратуру любые справочные материалы письменные заметки другие средства хранения и передачи информации вот на угэ по русскому языку наши выпускники могут им пользоваться орфографическим словарем который находится в аудитории сдачи экзамена на итоговом собеседовании такой возможности нет учеников никаких орфографических толковых словарей ничего нет в аудитории поэтому и с собой ничего приносить нельзя это очень серьезно потому что если ребенка удаляться итогового собеседования то в таком случае он сдать уже в другие сроки не сможет это не уважительная причина поэтому стоит ли рисковать когда у нас критерий оценивания очень лояльная очень я думаю что нет в каждой аудитории проведения обязательно ведется общая потоковая аудиозапись от лица общая потоковая в обязательном порядке на весь период проведения и надо сказать спасибо на самом деле нашему органам исполнительной власти за решение о том что в каждой аудитории ведется еще индивидуальная аудиозапись во первых если у нас эксперт сомневается в выставлении баллов он легко может найти эту аудиозапись потому что все аудиозаписи обозначены фамилией участника и прослушать ее еще раз и во вторых коллеги я думаю что эти аудиозаписи можно затем использовать не называя конечно фамилию чередников которые сдавали это собеседование использовать для работы в классе при подготовке уже других классов допустим восьмых классов где-то седьмых классов но и здесь нужно быть готовыми к тому что технических специалистов просто может не хватать школе и поэтому их экзаменаторы собеседники индивидуальную запись тоже могут проводить большой там какую-то большого какого-то опыта не нужно это легко сделать если технический специалист покажет ну просто напросто на какие кнопочки нужно нажать вот здесь коллеги особое внимание еще раз хочу обратить ваше на ваше внимание на федера на адрес федерального центра тестирования выходите туда там есть регламент проведение итогового собеседования 2020 года регламент уже этого года который вы можете скачать и в котором есть инструкции пошаговые просто инструкции для всех участников и ту ну которая проводит тугая собеседование я имею ввиду ответственный организатор организатором не аудитории экзаменатор собеседник эксперт и технический специалист мы говорим об экзаменаторе собеседники и эксперт вот это приложение 12 регламент и к приложению 12 есть приложение инструкции и для каждого участника есть отдельная инструкция если есть возможность вы для себя эту инструкцию распечатайте с карандашом ее отработать и если обучение вдруг не прошло в вашей школе вашей образовательной организации и уже будете знать какие у вас права какие у вас обязанности что вам необходимо сделать в каком случае какой вы что вы должны делать а что в общем то делать и не должны список участников итогов вот приложение 7 к этому регламенту который заполняет экзаменатор собеседник предмет фамилиями участника номер аудитории или отметка о неявки я думаю вот эти вот ведомости списке уже распечатаны ну вы для себя можете познакомиться с ним если мы посмотрим обязанности экзаменатора собеседника то они вот в инструкции очень подробно прописаны здесь я просто хочу на некоторых функциях экзаменатора собеседника остановиться конечно в первую очередь он проверяет данные документа удостоверяющего личность обязательно вносит эти данные вот в данную ведомость учета проведения которую я показала на предыдущем слайде выдает участнику итогового собеседования ким задание сначала первое выдает после заполнения участникам регистрационных полей фиксирует время начала ответа время окончания ответа помните мы говорили что все что не касается итогового собеседования инструктаж заполнения не входит вот в эти 15 минут поэтому очень важно время зафиксировать проводится беседование я выделила отдельно потому что на следующей слайде мы более подробно поговорим о том что значит проводится собеседование и следит за соблюдением рекомендуемого регламента времени коллеги это тоже важно смотрите если у нас участник с увз то он сам свои 45 минут времени распределяет если участник у нас слава богу обычный который должен пройти итоговое собеседование за 15 минут то здесь регламент времени указан достаточно четко поэтому экзаменатору собеседнику очень важно за этим временем следить чтобы не получилось так что ребенок не укладывается в 15 минут времени тратит гораздо больше допустим есть даже случае в прошлом году были такие случаи и до 20 минут а а это уже нарушение регламента и тогда конечно это и объяснительные номинатора собеседника почему время было завышено я думаю что в этом нет необходимости дети прекрасно справляются перед началом итогового собеседования стоит еще раз напомнить нашим участникам что всего 15 минут дается на всю работу на все четыре задания но и конечно у участника перед должны быть часы которые он видит то есть в аудитории конечно должны быть часы чтобы он мог обратить на это внимание но вот если мы посмотрим на обязанности экзаменатора собеседника помните на предыдущем слайде слайде я сказал проводит собеседование задает вопрос и вот здесь коллеги опять же красным я особо подчеркнула смотрите на основе карточки экзаменатора собеседника но он может задать или иные вопросы в контексте ответа участника итогового собеседования потому что в общем то предыдущие итогового собеседования выявила следующие проблемы экзаменатор собеседник смотрит к сожалению только на те вопросы которые есть в его карточки экзаменатора собеседника а иногда участник выпускник девятого класса не затрагивает ту или другую тему или уже ответил на вопрос который был в карточке тем не менее экзаменатор собеседник эти вопросы задает то есть получается такая ситуация что экзаменатор собеседника не слушает выпускника не слушает ученика девятого класса у него одна только мысль все вопросы задать и получить на эти вопросы ответы но это совершенно неправильно то есть необходимо слушать ребенка есть вопрос который в контексте ответа нужно задавать и это очень очень важно ну вот я приведу просто пример допустим ученик говорит о том что профессию повара он выбрал еще в детстве когда наблюдал за тем как мама готовит дома обеда ему эта работа но сам процесс приготовления очень нравится выбор сделан при этом после того как ребенок монолог свой рассказал участник экзаменатор собеседник спрашивает а тесты помогли тебе выборе профессии но если ребенок уже выбрал профессию конечно он отвечает тесты мне не помогли поэтому вот коллеги большая просьба слушайте учеников они тоже волнуются я понимаю что и экзаменатор собеседник волнуется но тем не менее я думаю что вы люди более опытные что вы не раз уже принимали участие в разного рода собеседованиях экзаменов и вам гораздо проще слушать ваших участников собеседования и отвечать выстраивать беседу именно выстраивать беседу задавая вопросы в контексте ответа что еще важно экзаменатору собеседнику конечно уточнять ответы участника до в критериях есть ребенок отвечает на односложно и это не засчитывается но ведь наша задача прежде всего помочь нашему ученику если мы говорим о диалоге то даже диалог не на итоговое собеседование любой диалог предполагает что мы задаем уточняющие вопросы что мы пытаемся разговорить другого человека пытаемся понять что он хотел сказать здесь происходит то же самое нужно переспрашивать уточнять ответы участника чтобы вот этих односложных ответов все-таки не было очень важно не допускает использование участникам черновиков то есть во время ответа участника допустим во время второго задания выполнение второго задания есть поле для заметок но поле для заметок это не черновик черновиков отдельно что-то написанного него быть не может при монологии когда ребенок отвечает у него тоже нет никаких бумаг перед собой никаких черновиков а но участник итогового собеседования совы з они проходят есть такие участники которые проходят итоговое собеседование письменной форме еще раз обращаю ваше внимание на тот приказ который я указала посмотрите на этот приказ и там приложение вы увидите ну вот коллеги к сожалению увидела что многих пропал звук еще раз хочу напомнить что сам вебинар и презентация будут выставлены на сайте ипк в разделе вебинара вы можете туда обратиться там еще раз посмотреть вебинар или скачать презентацию и обратиться к презентации или позвонить на мой номер телефона он тоже указан или написать на мою почту то есть в данном случае ситуация осложняется тем что слишком много у нас участников вебинары и поэтому техника не выдерживает будьте так более спокойны к этому я думаю что здесь все решаемо теперь давайте посмотрим продолжим наш разговор экзаменатор собеседник при проведении итогового собеседования может быть экзаменатором собеседника может быть учитель который не преподает в этом классе это очень важно это спецификация кем я указал откуда эта информация учитель не преподающим в этом классе экзаменатор собеседник кроме этого экзаменатором собеседника может являться педагогический работник то есть не только учитель обладающий коммуникативными навыками грамотной речи и неважно первый год он работает вашей образовательной организации давно работает чтобы вот эти вот у него навыки были кроме этого есть единая инструкция которая уже говорила которая помогает провести итоговое собеседование в единых условиях для всех участников вот можно еще раз к регламенту обратиться он указан здесь спецификации обратиться эта информация не мной придумана ничего от себя я не даю здесь не интерпретирую я даю только то что есть документах ну вот ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории которую тоже заполняет экзаменатор собеседник я думаю что это ведомость у вашего уже есть и почему нам важен паспорт я думаю вы и не забудете что здесь и серия документа и но метод документа указана все указано согласитесь что на это тоже время уходит и и оно никак не должно быть включено на само итоговое собеседование если мы посмотрим обязанности эксперта эксперт оценивает непосредственно ответ участника непосредственно по ходу его общения с экзаменатором собеседника но коллеги я хочу повторить что если вдруг у вас возникли какие-то проблемы при оценивании вы можете взять индивидуальную запись после итогового собеседования и еще раз эту запись прослушать конечно очень удобно если это не потоковая индивидуальная запись далее что еще делает эксперт заносит в протокол эксперта по оцениванию следующие сведения я не буду перечислять они указаны уже здесь и и эксперт конечно может пользоваться черновиком черновик в рекламенте тоже есть его можно просто распечатать и с черновиком уже работают если говорить о том где находится эксперт но вот коллеги здесь конечно вплоть до того что прямо указывается где должен сидеть эксперт я думаю что не всегда участнику итогового собеседования комфортно когда за его спиной находится потому что не все любят когда кто-то за спиной стоит но одно можно сказать точно эксперт должен сидеть таким образом найти себе такое место где на него бы не отвлекался участник итогового собеседования возможно где-то с краю стола ну там посмотрите и конечно участник эксперт ни в коем случае не вмешивается в итоговое собеседование не задает вопросы не мимикой не жестами не указывает на хорошее проведение итогового собеседования или на те ошибки которые есть у участника итогового собеседования ну вот здесь я еще раз это обобщила вообще коллеги если говорить об экзаменаторы собеседники что он должен доброжелательную обстановку да я понимаю что собеседнику хочется помочь своему ученику даже если он не ведет в этом классе но как только экзаменатор собеседник начинает говорить иной раз он говорит очень много то есть иногда он задает вопрос тут же на этот вопрос отвечает иной раз ученик начинает отвечать замолкает и экзаменатор собеседник вместо того чтобы задать дополнительный вопрос начинает отвечать на заданный собой собой же вопрос поэтому вот будьте внимательны себя контролируйте экзаменаторы собеседники не пытайтесь за вашего собеседника ученика отвечать на вопрос это первое и второе коллеги вот даже если не ведется видеозапись я сейчас скажу не очень наверное хорошую вещь но при желании помочь участнику ученику возникает не совсем хорошие такие действия со стороны экзаменатора собеседника он дает ученику ну допустим при задании втором пересказ текста экзаменатор собеседник дает ученику сам текст если тот затрудняется пересказать но даже если нет видеозаписи это слышно потому что если начинает задание второе начиная задание второе участник собеседования делает большие паузы запинается возвращается кто или другой мысли не помнит о чем он говорил то как только он перед собой видит текст стрессовой ситуации он не пытается этот текст пересказать он его начинает читать и это прекрасно слышно поэтому пожалуйста свой имидж оберегайте я думаю что настолько лояльные критерии что практически все участники пусть не очень хорошо пусть всего на 10 баллов но они справляются с итоговым собеседованием но про эксперта мы уже сказали и самое важное конечно эксперту тоже собраться я советую все таки брать для себя черновик и оценивать сначала в черновике бланк черновика он есть ученики конечно сразу спрашивают а когда мы получим результаты так вот результаты итогового собеседования предоставляются в образовательную организацию не позднее дня следующее за днем поступления с федеральной информационной системы это первое поэтому пусть дети наберутся терпения вы можете предварительно сказать результаты что да предварительно допустим ты прошел но результаты а лучше и не говорить потому что мало ли какая-то ситуация возникнет нестандартная лучше дождаться тех результатов которые придут поступят в федеральную информационную систему и еще проведение апелляции не предусмотрено это тоже должны знать и участники итогового собеседования наши ученики и их родители или опекуны что так же как и на итоговом сочинении в одиннадцатом классе апелляции не будет повторный допуск к проведению помните мы говорили если ребенок заболел плохо себя почувствовал во время проведения итогового собеседования то он может завершить и уже следующие следующий срок прийти на итоговое собеседование но повторно допускается только обучающиеся которые получили незачет поэтому пусть он в любом случае идет на итоговое собеседование боится не боится убеждайте детей что обязательно нужно прийти получит незачет у него еще есть две даты но он по крайней мере пройдет эту процедуру те кто не явился по уважительным причинам болезнь или иные обстоятельства смотрите подтвержденными документально не записка от родителей что он заболел тогда это если ребенок заболел и не пришел вызов врача на дом или посещение поликлиники причина должна быть уважительная ну и тот случай о котором я уже говорила если мы говорим о том что апелляция не предусмотрена мы все равно ребенку предоставляем право сдавать но если нашему ученику кажется что его специально не допускают к экзаменам то есть ставят незачет то тогда вот предотвращение вот этого конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания участник может при получении повторного незачета подать в письменной форме заявление на проверку уже аудиозаписи другой образовательной организации или попросить чтобы комиссии которую специально органы исполнительной власти определили сформировали чтобы прослушали эту запись прослушала эту запись другая комиссия я считаю что наших участников обязательно нужно об этом информировать обязательно чтобы они узнавали все таки это от учителя не замалчивайте эту информацию это очень важная информация это говорит о вашей объективности что никого вы специально не собираетесь не допускать экзаменом что вы понимаете всю ответственность свою перед участниками но это что касается инструктивных и методических материалов вот опять же регламент это на сайте фцт федеральный центр тестирования и вот здесь его электронный адрес указан еще раз но и демоверсия критерий спецификации на сайте фипи к сожалению на сайте фипи на сегодняшний день нет методических рекомендаций этого года хотя критерий некоторые уже изменены но здесь коллеги смотрите может проведение в 12 февраля что-то и появится критерий оценивания конечно эксперт должен знать и знать хорошо чтобы не ошибиться потом при оценивании критерии они есть ну и непосредственно сама модель итога мы подробно остановимся на тех изменениях которые есть времени у нас не так уж и много а то что осталось без изменений мы в общем-то скользко пройдем модель та же самая выразительное чтение текста научно-публицистического стиля пересказ этого же текста с привлечением дополнительной информации в данном случае также остается цитата героя текста третье задание монологическое высказывание и здесь у ребенка есть право выбора он мы может выбрать монологическое высказывание описание повествование или рассуждение и далее диалог с экзаменатором собеседником по теме выбранного варианта монолога время на подготовку а 100 осталось тем же самым к чтению слов до двух минут пересказу до двух минут к монологу до минуты и диалог непосредственно приступают сразу к диалогу задание первое чтение текста слов выразительно прочитайте текст проблема у нас остается прежней наши ученики к сожалению не готовится к чтению у них две минуты не обращает туда продолжаем коллеги ученики наши к сожалению не готовятся к выразительному чтению не подчеркивают слова которые трудны для произношения не проговаривают слова где уже ударение стоит темп чтения тоже не выдерживает и самая большая проблема это искажение слов вот смотрите по первому заданию межплановый место мест межпилотный то есть совершенно разные слова хворост валежник место хворост и валежник хотя чтение текста вслух в общем то с ученики уже я уверена знают о том что там есть провокация в тексте что на них стоит обратить особое внимание особое внимание стоит обратить на те слова которые кажутся непосредственно им сложными ну вот например чтение текста выразительно прочитайте вслух текст об известной современной актрисы чулпан наилевне хаматовой родилась в 1975 году смотрите коллеги здесь уже апострофы стоят кроме этого есть фотография и есть логотип благотворительного фонда которым чулпан хаматова руководит ведь это же не просто так ребенок должен увидеть того о ком идет речь в тексте понять что это за человек по внешности по логотипу то есть установить с ним взаимосвязь для того чтобы дальше читать текст выразительно то есть соприкоснуться к этому человеку я не буду читать текст весь вот я с этим текстом поработала что я выделила во первых я выделила ну вот если бы я готовилась к выразительному чтению с позиции ученика уже беру а чулпан хаматова то есть имя героини я бы его подчеркнула потому что здесь есть ударение а далее числительное их больше пяти десяти сомневается ребенок что прочитает правильно сверху в киме он может это написать по которому будет читать их больше пяти десяти записал далее а есть фамилии которые важны допустим в паре с фигуристом романом кастомаровым чулпан участвовала в проекте соответственно стоит указать эту фамилию при чтении при пересказе он может эту информацию выпустить оставить что чулпан хаматова принимала участие в проекте ледниковый период стала его победительницы то есть та информация вторичной далее на что еще обратить внимание вот еще у нас дата 2006 году ученики говорят двух тысяч шестого шестом году соответственно если он сомневается нужно это выделить большие затруднения вызывают у детей слова которые являются терминами онкологическими и он гематологическими ударение поставлено раз это слова с ударением соответственно особое внимание ученикам нужно обратить на эти слова прочитать выделить для себя при пересказе он может из слова не употреблять а взять то что слова в скобках заболевания крови и далее 5 2014 году мы эту это числительно тоже вы я вот я выделила возможно ребенок что-то еще выделить но он должен с этим текстом хорошо поработать соответственно делать графические пометы имеет право подчеркивать имя какую-то информацию имеет право то есть у каждого ребенка должен быть свой материал они один на всех но вот то что он должен делать во время подготовки я уже прокомментировала давайте посмотрим критерии оценивания что мы видим интонация соответственно соответствует функционному оформлению текста или не соответствует коллеги дихо томическая система оценивания вот не соответствует это вообще ребенок читает непонятно что он читает монотонно абсолютно монотонно но это согласитесь бывает очень очень редко когда ребенок совершенно интонационно ничего не выделяет если мы говорим о темпе чтения темп чтения соответствует коммуникативной задачи или не соответствует опять же не соответствует если во время чтения мы ничего не понимаем что ребенок читает абсолютно а если мы говорим о том что текстом научно популярный то тогда мы говорим не о темпе об интонации то есть вот у меня коллеги был вопрос текст научно популярны поэтому просто ровно торопливое чтение размере на ровно чтение не соответствует коммуникативной задачи это относится не к темпу это относится к интонации но ровное чтение если все равно есть определенные паузы в конце предложения есть пауза это уже выразительность это уже интонационный поэтому здесь же нет что на 50 процентов соответствует или какие-то ошибки здесь мы смотрим только с позиции да или нет то же самое а темп темп если слишком быстрый темп речи когда утре вообще непонятно что ребенок говорит ну тогда то тогда по темпу чтения мы можем поставить 0 баллов остальных случаях случаях или слишком замедленный темп когда между первым и вторым предложением теряется абсолютно мысль тогда мы можем говорить о нарушении грамматических норм грамматические ошибки здесь вопросов как-то не возникало или есть или нет допущены грамматические ошибки очень строго оценивается одна ошибка ноль баллов при выполнении задания первого и второго здесь у нас суммируется орфоэпическая ошибка почему так важно работать со словами с апострофом потому что если ребенок в одном из этих слов допустил ошибку а мы здесь видели это было четыре слова с ударением в одном допустил ошибку уже здесь он получает ноль баллов две и более ошибки в других словах слово допустил орфоэпическую ошибки в слове котором ударение указано уже мы по этому критерию ставим ноль баллов речевые нормы речевых ошибок нет или не более трех речевых ошибок и опять за первое второе задание по по совокупности и искажение конечно коллеги особое внимание обратите на искажение искажения разного характера у наших учеников и их очень много какие вот были не умение пользоваться дополнительными графическими обозначениями вот я уже сказала ударение искажение в чтении имен собственных халматого вместо хаматого то есть ну вот куда проще фамилия в общем то несложная а вот я уже сказала да бить межплановый вместо межпилотной термины онкологическими онкогематологическими то же самое ну и наличие грамматических ошибок в именах числительных задание второе вот здесь у нас произошли изменения подробный пересказ изменения я выделила коллеги подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания но вот у вас есть две минуты это и было вот это не принимайте подробно перескажите прочитанный вами текст включив пересказ слова слова чул пан хаматовой и подумайте где лучше их использовать давайте посмотрим подробный пересказ помните в том году и нужно было подробно пересказать но при этом это нигде не оценивалась в этом году снижение баллов если ребенок пересказал жата уже есть то есть включить текст дополнительную информацию нужно проанализировать высказывание определить место подготовить подробный пересказ учетом этой информации и самое важное коллеги вот я бы выделила пересказ и включу на него высказывания должны составлять текст цельный текст они так что в конце ребенок вспомнил ой есть цитата дай-ка я ее прочитаю и здесь уже идет снижение ученик может применить любой способ цитирования прямую речь косвенную речь в вводные конструкции и конечно настройки ваших учеников на то что он может зачитать высказывание и лучше зачитать потому что конечно выучить наизусть эту цитату он не в состоянии поле для заметок которым ребенок может пользоваться я уже вот и не указал это поле подробный пересказ при необходимости вы можете пользоваться этим полем и это поле для заметок у ребенка во время пересказа остается еще раз коллеги хочу сказать это не черновик вот коллеги опять же обратим внимание критерии оценивания видите добавлено подробного пересказа текста этого не было в том году и теперь что мы видим здесь у нас по критерию первому p1 у нас дихотомическая система поле тонического превращается здесь уже не 0 1 а 2 1 0 то есть ребенок получает по данному критерию 2 балла если все основные микротемы исходного текста сохранены все микротемы 1 балл если упущена или добавлена одна микротема если более двух микротем то есть 2 и более 0 баллов но и фактические ошибки связаны с пониманием текста здесь у нас никаких изменений в критериях нет по критерию третьему задание второго приведенное высказание включено в текст во время пересказа уместно логично не уместно нелогично 0 баллов а вот здесь коллеги смотрите ребенок прочитал пересказал текст затем просто прочитал слова которые вырвал их из цитаты но это же не цитата уже получается она включена в текст нелогично и в данном случае даже не выглядит как цитата мы поставим 0 баллов если допущены ошибки при цитировании в данном случае у нас есть ошибка при цитировании потому что ребенок не указывает автора цитаты и соответственно он допускает ошибку мы за способы цитирования уместно ставим 0 балла как бы нам не хотелось ребенку помочь и максимальное количество баллов помните по критерию пересказа подробный пересказ должен быть все микро темы датом 1 увеличилось количество баллов и всего за задание второе ребенок может получить 5 баллов и еще коллеги дополнение которого в том году не было и можно было ребенку сохранить все микро темы но при этом пересказать сжато и нигде за это снижение баллов не было в этом году если участник пересказал текст не подробно а сжато то общее количество баллов которое получил по критериям p1 p4 уменьшается на 1 балл общее количество баллов то есть видите здесь уже тоже последовали определенное снижение баллов поэтому обращаем внимание наших учеников сжатый пересказ сжатое изложение этого г по русскому языку итоговое собеседование это подробный пересказ вот здесь коллеги хочу сказать спасибо за те вопросы которые задавались заранее потому что я включаю их свой ответ ответ то есть на эти вопросы отвечаю уже и для всех участников соблюдение грамматических норм мы их потому что увеличилось количество баллов по заданию второму 4 до 5 на что еще стоит обратить внимание оценивая правильность речи заданий 1 2 нужно иметь ввиду что если ребенок самостоятельно исправил ошибку согласитесь это спонтанная речь иногда его во время речи какие-то ошибки допускают даже люди люди хорошо грамотные высоко грамотные но при этом если ошибка исправляется то мы эту ошибку с вами не защитили честь и хвала ребенку что во время рассказа пересказа чтения он еще умудряется анализировать свою речь и исправлять или другие не дай бог допущенные ошибки если мы посмотрим какие ошибки вообще возникает во время выполнения задания второго пересказа неоправданно длинные паузы конечно у нас нигде не говорится о том как себя вести если ребенок допускает такую длинную паузу что кажется все театральное дальше уже некуда идти возможно здесь не будет ни никакого такого нарушения если вы ребенку покажете карточку это то есть вы закончили пересказ или нет чтобы он вам на этот вопрос ответил не включаясь сам разговор то есть как-то его подбодрить этим чтобы он дальше начал говорить искажение в произношении имен собственных об этом мы уже сказали фактически вот сжаты все это сейчас уже оценивается и и еще были вот эти ошибки я уже сказала если мы посмотрим монологическое высказывание знаете очень странно что наши ученики чаще всего выбирает тему первую это описание фотографии вот с одной стороны мы готовим их к г мы готовим их к егэ где есть сочинение сочинение построена в определенном типе речи это сочинение рассуждения логично бы было если бы ребенок взял тему третью рассуждение то есть вот над этим стоит подумать а насколько дети готовы рассуждать самостоятельно не пересказывая текст по каким-то клишированным фразам а самостоятельно пересказать почему редко выбирает тему третью ну вот что выбрал то выбрал здесь коллеги хочу сразу сказать выбрал ребенок тему все им менять тему заданию третьему он не имеет права ну вот опять же я работаю с одним темам где текст а чулпан хаматовой это текст этот ким прошлого года который использовался при итоговом собеседования в красноярском крае вот описание фотографии вот такую карточку ученик видит фото черно-белое и нужно составить связанный текст из десяти фраз здесь есть небольшой план кто изображен место время года лошадь и всадник преимущества активного отдыха не забудьте описать это не значит что вот по этому плану ребенок действует возможно у него будет какое-то другое вступление возможно у него по-другому будут расположены эти материалы но это же не принципиально главное чтобы у него получился связанный текст из десяти фраз если ребенок говорит сложными предложениями сложно подчиненными сложно сочиненными или с разными видами связи то и таких предложений 5 но вы считаете сколько тогда было простых предложений в составе сложного потому что это тоже фразы и вот здесь давайте посмотрим вот эта фраза дети испытывают некоторые такую беспомощность при описании и допускают ошибки которые я думаю менее стрессовой ситуации они бы не допустили но допустим а преимущество активного отдыха на природе чтобы получить эмоции вот такая фраза девушка и лошадь оба довольна это вот наши ученики так говорят поэтому конечно хочется чтобы на уроках русского языка не только на уроках русского языка и литературы но на уроках и других предметов наши ученики больше говорили больше рассказывали все-таки навык устной речи у них увы плохо сформирован или вот давайте посмотрим рассуждение что значит современном мире быть образованным человеком не забудьте дать ответы на вопросы и даны вопросы но это не значит что ребенок должен на эти вопросы отвечать в том порядке в каком они есть опять же у него должен получиться связанности соответственно переходы должен быть от одного к другому вопросу кроме этого вступление определенное должно быть заключение текст должен обладать всеми признаками что часто в общем то не наблюдается высказываниях наших учеников и если мы посмотрим он монологическому высказыванию здесь у нас справился с коммуникативной задачи я уже сказала как мы засчитываем эти цвета фразы учтены условия речевой ситуации вот здесь коллеги тоже приходили вопрос вообще что такое речевая ситуация ребенок понимает что он находится в ситуации экзамена вот речевая ситуация экзамена что это официально деловой стиль это умение себя вести это отсутствие жарганизма сленга это понебратского отношения отсутствие вот речевая ситуация учтено не учтено но сколько вот я прослушала высказывание учеников я не не увидела не не услышала ни одного высказания где бы речевая ситуация ну была уже знаете катастрофично не учтена то есть где-то проскальзывает конечно сленговые какие-то вещи но их не так уж много а речевое оформление вот опять же мы говорим все признаки текста все ничего здесь больше ни о чем больше говорить и не если говорить по критериям оценивания правильности речи то здесь у нас появилось дополнение к речевому оформлению смотрите по критерию речевое оформление участник получает один балл только в том случае если один балл получим по критерию соблюдения речевых норм это конечно эксперту обязательно нужно держать в голове прежде чем выставить здесь балл или не выставить нужно посмотреть а там у нас как здесь вы видите взаимосвязь уже с егэ по русскому языку по двум критериям так и здесь у нас происходит до с одной стороны вроде бы как ребенок дважды у него дважды снимаются балла но против критериев не пойдешь типичные ошибки вот о них я уже сказала здесь у нас не цельный текст отправила маленький объем не оправданные паузы и это монолог эксперт собеседник вмешиваться экзаменатор собеседник сожалению вмешиваться не может но папа подбодрит ну и большое количество ошибок если мы посмотрим диалог что касается диалога то здесь конечно особую роль важную роль играет именно экзаменатор собеседник насколько он настроит ребенка на беседу насколько как внимательно он сам слушал собеседника настолько удачным будет выполнение задания 4 то есть справился с коммуникативной задачи ответил на все вопросы услышал эти вопросы без раздражения ответил с пониманием ключевых слов не ответил или даны односложные ответы смотрите на ответы на вопросы не даны но нет же количество насколько на какие вопросы даны на какие не даны поэтому будьте здесь более гибкими в данном случае помогайте ученику если он дает односложный ответ или уходит в сторону то есть но не говори вот ты не туда пошел ты не на тот вопрос отвечает просто своим же вопросом еще раз уточнить правильно ли я тебя понял если нет то как и так далее ну и речевые ситуации мы тоже они говорили что касается по критериям грамотность здесь никаких нововведений нет поэтому все в общем то я не вижу необходимости комментировать ну и сложные моменты еще раз коллеги хочу их повторить потому что на самом деле проблема при выполнении задания 4 очень большая и прежде всего увы она касается именно собеседника экзаменатора собеседника то есть зависимость от содержания собеседник вправе менять последовательность вопроса экзаменатор собеседник вправе уточнять и дополнять информацию не следует зачитывать вопросы по бумажке потому что должна быть ситуация естественного общения все таки диалог это естественное общение и цель эмоционально расположить есть у нас демоверсии кодификатор спецификации где есть инструкция да на которую я уже ссылалась где очень подробно описаны шаги нашего экзаменатора собеседника быть внимательным быть заинтересованным в том что говорит наш ученик помогать ему не говоря за него а показывая насколько вы внимательно его слушаете ну и вот типичные ошибки я уже по ходу своего выступления говорила и я думаю что стоит на них обратить еще раз внимание диалог успешен только в том случае если старший товарищ я бы так сказала экзаменатор собеседник действительно готов помогать ученику выстроить этот диалог и критерии оценивания вот здесь мы видим что так как у нас по пересказу один балл добавляется соответственно вся работа 20 баллов оценивается но при этом чтобы получить за зачет также остается 10 баллов не добавляется то есть половина критериев он должен получить наш ученик задание конечно же на сайте фипи у нас это прежде всего коллеги вы должны понимать что есть конечно много сборников которые выпущены сейчас по итоговому собеседованию но я думаю что стоит носиться к ним со здоровой критикой то есть братьев да но вы должны смотреть насколько там все требования соблюдены и прежде чем давать детям задания по этим сборникам все-таки самостоятельно их прочитать возможно проговорить посмотреть продумать и так далее ну вот если я вижу что есть вопросы и любезно нам дали еще время для того чтобы на эти вопросы ответить я сейчас да вот коллеги кто и когда должен проучить экспертов я в общем то отвечала на вопрос но я уверена что стоит еще раз повторить действительно экспертов должны проучить в образовательной организации где он работает а вот как будет организовано это обучение возможно на базе одной школы возможно в районе будет организовано это обучение или кустовой способ несколько школ возможно это будет заявка на сайт и пока чтобы обучение это прошло то есть в данном случае у нас вариантов много но ответственность несет образовательная организация как она будет выстраивать обучение экспертов если говорить конечно у нас в пк есть курсы методика обучения русскому языку литературы с учетом требования где тема данная у нас рассматривается и где в общем то мы это обучение проводим но я понимаю что это курс не одного дня это 80 часов ну а все остальное я говорю вот несколько вариантов которые могу предложить 15 минут начинается с момента когда начинается 15 минут до 15 минут начинается с того момента как вы запомнили но экзаменатор собеседник запомнил все документы после этого выдает ребенку задание с этого начинается отсчет то есть он задание выдает и тут же фиксирует время когда было выдано задание вот как записывать день журнале коллеги на этот вопрос я вам точно не отвечу простите этот вопрос компетенция администрации вашей образовательной организации не понимая как ребенок должен сообщить о собственном распределении времени он не должен сообщать то есть ребенок получает материал он заранее знает что у него на выполнение дано 45 минут и он самостоятельно вот он готов по первому заданию отвечать замечательно он выходит и читает текст если ему текст нужно прочитать вот коллеги я еще раз обращусь участники ну допустим вот приложение к приказу нашего министерства образования красноярского края до участники с тяжелыми нарушениями речи задания которые могут быть выполнены участниками в зависимости от категории вот чтение текста выдать текст для самостоятельного прочтения без оценивания по критериям к заданию первому то есть он его по первому критерию чтения не оценивается дальше пересказ текста в письменной форме ребенок с тяжелыми нарушениями речи то есть когда он текст прочитал он говорит вам об этом после этого текст забирается и в письменной форме он уже выполняет так называемый пересказ подробный монолог то же самое в письменной форме диалог в письменной форме допускается использование участников этого собеседования карточки для формулирования письменных вопросов все то есть здесь вот регламент полностью прописан и ребенок конечно самостоятельно решает вот если ребенку тяжело читать у него нарушение речи но при этом допустим у него тяжелое нарушение речи а читает он быстро он прочитал этот текст данном случае для чего ему нужно прочитать их для того чтобы потом его пересказать после этого вы забираете у него материал то здесь все индивидуально бланк для эксперта да он остается в прежней форме в регламенте он есть и регламент у нас в общем-то тоже прежний новые бланки эксперта но если мы посмотрим регламент этого года там единственно цвет изменен вот в этом бланке новые бланки в каком плане конечно что там введены вот этот подробный пересказ возможно то есть вы работаете с теми бланками которые вам даны если мы посмотрим регламент и посмотрим у нас регламент регламент краевой регламент федеральный то там эти бланки совпадают вы берете с ними работаете то есть те бланки которые вам выдают которые есть в регламенте вы с ними работаете введение индивидуальной записи рекомендованное условие нет коллеги если мы посмотрим регламент красноярского края то в нем это прописано что в образовательных организациях ведется как потоковая запись так индивидуально это регламент красноярского края если мы возьмем регламент федеральным то там указана только потоковая запись но при этом говорится что введение смешанной записи и И ведение индивидуальной записи, будет такое ведение или нет, решается органами исполнительной власти. Красноярский край, в общем, насколько я знаю, в соответствии с регламентом, индивидуальную запись, в общем-то, в регламенте записано, что индивидуальная запись ведется. Распределение детей по аудиториям. Кто проводит? Организаторы итогового собеседования в лице директора, завуча, кто назначен? Руководитель. Уточняет ответы, задает вопросы. Нет, в пересказе нет. Экзаменатор-собеседник уточняет ответы, задает вопросы только при диалоге, только во время диалога. Так, первый слайд, четвертый пункт. Ну вот, к сожалению, коллеги, я не могу сказать, что было на первом слайде четвертого пункта. Мне для этого нужно пролистать. Да, да, сейчас, если пролистают, я посмотрю. Полем для заметок пользоваться можно. И держать его перед собой можно во время ответа, разумеется. И полем для заметок пользоваться можно. Оно специально, вот посмотрите, если мы возьмем задание, Ким, то задание второе, там у нас именно цитата указана и поле для заметок. Цитаты ребенок пользоваться может. Он же ее может прочитать, эту цитату. И поле для заметок – это то, с чем он работает. Он может туда ключевые слова записать, план своего ответа, даты какие-то выписать. То есть то, что поможет ему при пересказе. Это не черновик. Поле для заметок, для того, чтобы ребенок с ним работал. И это его помощь для того, чтобы потом во время пересказа не допустить ту или другую ошибку. Коллеги, иногда задают вопрос, но он начнет же все туда переписывать. Во-первых, времени не так много, всего 2 минуты. Если он начнет, просто нужно убедить учеников, что если он начнет туда все переписывать, времени у него не хватит, он не поработает с пересказом и в результате потерпит неудачу во время пересказа. Так, вот это первый слайд. Нет, это не первый. Первый слайд. Я не поняла, какой. Коллеги, пожалуйста, объясните, какой первый слайд, четвертый пункт. А, обязанности собеседника-экзаменатора. Сейчас поищу. Может ли быть экзаменатором-собеседником учитель, преподающий в этом классе, если школа относится к том? Но вот, коллеги, если мы обратимся к документам, то спецификации сказаны однозначно, что нет. Экзаменатором-собеседником может быть учитель любого предмета, который обладает коммуникативными навыками. Любого предмета. И даже не учитель, а, допустим, социальный педагог, психолог в школе. Он тоже может быть экзаменатором-собеседником. Ну да, если учитель преподает биологию или другой предмет, он не имеет права быть экзаменатором-собеседником. В соответствии с кодификацией, да. Правильно считать количество фраз. Коллеги, давайте остановимся. Вот сложное предложение, состоящее из двух простых предложений. Считайте как две фразы. И по большому счету, смотрите, если ребенок говорит сложными предложениями, то он однозначно скажет 10 фраз. Но если ребенок не может вообще говорить, как правило, он говорит простыми, односложными предложениями. Но если у него есть там сложное предложение, засчитайте за две фразы. Правильно ли я поняла, что участник собеседования не может использовать черновик? Например, при подготовке задания 2 нельзя записать план текста. План текста записать можно, но только пусть он его запишет в поле для заметок. Потому что другие черновики, другие записи у ребенка не должны лежать во время ответа на вопрос, на выполнение задания 2 пересказ. А поле для заметок у него перед ним лежит. А раз поле для заметок лежит, там не так много места, но для плана, тезисного плана, вопросного или номинативного, какого угодно плана и плюс ключевые слова, он, конечно, записать может. Вот если при пересказе длительная пауза возникла, коллеги, заготовочку сделайте себе на листочке, ребенку покажите, чтобы он сам ответил на вопрос. У него все или он готов дальше продолжать ответ? И то же самое, что касается времени, мы же должны в регламент указывать. Тоже в подсказку ему время заканчивается через 15 секунд. Ну, например, как? Должен ли сдавать итоговое собеседование ученик, оставленный на повторный курс обучения? В прошлом году по итоговому собеседованию получил зачет. Коллеги, нигде не сказано, что результаты итогового собеседования бессрочны, правильно? Поэтому, да, сдают. Как быть без апелляции? Вот, коллеги, для этого я прочитаю полностью вопрос. Спасибо, очень интересно. Прошло пробное ученика 00 при цитировании. Учитель говорит, что о цитате ребенок забыл. Ученик утверждает, что цитату использовал. Даже помнит, как именно выполнял это задание. Как быть в такой ситуации? Вот для этого и ведется индивидуальная и потоковая запись. То есть в данном случае, если возникает вот такой вопрос, можно обратиться к этой записи, к индивидуальной. Но это же не говорит о том, что все итоговое собеседование у ребенка, ну, там, не зачет у него. Но если ребенок получает не зачет, апелляция, да, не предусмотрена. Тогда ребенок повторно сдает итоговое собеседование. После повторного собеседования вот он может направить заявление о том, чтобы его работу оценила другая комиссия. Вот таким образом у нас предусмотрено в регламенте. То есть в данном случае на пробнике явно не было слушаний, поэтому, ну, записи. При распечатывании заданий пользуемся принтером. Задания получаются далеки от идеала, черно-белой фотографии. Иногда и не очень хорошего качества. Какие кимы все же должны быть? Кимы только черно-белые, только черно-белые. Это тоже прописано. Цветных кимов, то есть фотографий, к заданию первому, то есть к варианту первому задания третьего нет. В любом случае черно-белая фотография. Бланков у нас нет, бланковой системы в этом году. Край у нас не принял бланковую систему. Это на вопрос, будут ли бланки. Если пересказ подробный, почему не увеличилось время на подготовку? Коллеги, пересказ изначально был подробный, просто об этом вот уточнений не было. Решили вот этот пробел компенсировать. На самом деле задание прописано, и было прописано, что нужно пересказать весь текст, подробно пересказать. В комментариях это было сказано. Сейчас вот этот пробел ликвидировали, но время осталось прежним, и его достаточно для пересказа. По критериям P1-P4 ребенок получает один балл, при этом пересказал сжато. В какой графе эксперт должен отразить снижение за пересказ? Вообще по критериям получается, что в общем за задание пересказ, то есть задание второго, автоматически снижается один балл. Графы не предусмотрены, значит за общее снижается один балл. Это будет видно по пересказу. Вы же там укажете? Микротемы, допустим. Фразы и предложения. Ну вот здесь, коллеги, я уже тоже, возможно, не услышали. Возможно, вопрос повторный такой есть. Предложения могут состоять, сложные предложения из нескольких простых фраз. Засчитываем. Так говорила Цибулька Ирина Петровна. Может ли участник собеседования пользоваться текстом при подготовке к пересказу? Не может, а обязан пользоваться. То есть, когда он готовится к пересказу, текст перед ним, он с ним работает. Он на основании текста может составить план, может выписать какие-то цитаты. А вот когда уже ребенок садится перед экзаменатором, собеседником, конечно, текста у него нет. Никаких черновиков нет, кроме поля для заметок. Темп чтения, если ребенок прочитал текст за 3 минуты, за темп чтения ставится 0 баллов или 1 балл. Коллеги, вот здесь смотрите. Средний темп чтения 100-120 слов в минуту. Но вы же не будете засчитывать секундомером, сколько он там слов посчитал, и высчитывать это. Поэтому здесь, так как тихотомическая система 1-0, вы смотрите сами, насколько темп чтения мешает целостному пониманию текста. Вот если он фразу прочитал, там несколько секунд молчит, потом следующий, или между словами, то есть общее восприятие текста нет, тогда 0 баллов ставите. Если вы понимаете, о чем он прочитал, 1 балл. Нужно ли давать ребенку прослушать индивидуальную запись? Я думаю, в этом необходимости нет, как сказано в рекламе. Если ведется потоковая запись, то давать прослушать индивидуальную запись не нужно, потому что в потоковую запись технический специалист устанавливает сразу и слышимость, и отсутствие помех, качество этой записи. Поэтому нет. Так, по-моему, я ответила на все вопросы, которые еще есть. Сейчас, коллеги, есть еще вопросы. По цитате я уже тоже сказала, коллеги, смотрите, что такое цитата. Конечно, если ребенок в конце говорит, а вот цитату такую-то я вставлю туда, цитату, то, конечно, там 0 баллов ставится, потому что это ошибка при включении цитаты. Большое спасибо за вопросы. Сейчас еще два вопроса, я на них отвечу, коллеги. И вообще хочу сказать, что я на связи. Пожалуйста, если возникнут вопросы, то звоните, пишите, смс-ки отправляйте. Я в любом случае, вот я говорю, особенно 11-го, 12-го, я готова отвечать. В порядке проведения написано, что экзамен действует бессрочно. Экзамен, но не итоговое же собеседование. От письменного министерства просвещения от 26-го декабря прописано, что у второгодника подсутствует необходимость повторного прохождения итогового собеседования, как допуск ГИА. Но, коллеги, я буду только рада, если у нас все это, естественно, если в министерстве просвещения это есть, то, конечно, тогда двоечнику сдавать не нужно. Тогда да. В этом случае. Все, коллеги, спасибо большое за ваши вопросы. Надеюсь, что я смогла вам помочь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok